Алексей Калугин. Кластер Верда. Первое правило крови. От автора. Дорогие читатели, позвольте предложить вашему вниманию абсолютно новый авторский проект под названием «Мир кластеров». Основой проекта является первая трилогия. По сути, это один большой роман, разделенный на три части. Каждая часть представляет собой законченный фрагмент истории, но при этом не все загадки будут в ней разгаданы и не все вопросы найдут свои ответы. Каждая новая книга будет начинаться с того самого места, на котором закончилась предыдущая. Из каждой книгой читатель будет все больше узнавать о мире кластеров и все глубже в него погружаться. По жанру это антиутопия, скрещенная с модернистским вестерном. Думаю, цикл придется по вкусу любителям постапокалипсиса. В мире кластеров действительно произошел апокалипсис. Только не природный и не техногенный. Старый мир рухнул в результате апокалипсиса, случившуюся в сознании людей. А то, что выросло на его руинах, мало похоже на привычный нам мир. Для мира кластеров был создан абсолютно новый, уникальный мир, не похожий ни на один из тех, что существовали в книгах прежде. Со своей географией, своей культурой, политикой, своими законами, своим животным миром. После распада мирового сообщества основными формами объединения людей стали кластеры, каждый из которых представляет собой несколько немыслимо высоких многоэтажных башен. Это что-то вроде средневековых замков, но только оборудованные и обслуживаемые по последнему слову техники. Кластер снабжает своих обитателей почти всем необходимым, поэтому общение с внешним миром и другими кластерами сведено к минимуму. Эта функция возложена на плечи одиночек рамонов, на своих квадах, рассекающих раскинутые вокруг кластеров дикие земли. И там чего только нет, и мелкие фермеры, мечтающие перебраться в кластер, и промышляющие бандитизмом скрамблеры, и ведущие полупервобытный образ жизни джангуры, и кочующие неизвестно куда и зачем встречники, и совершенно выжившие из ума тинкеры. И это еще далеко не все. Мир изменился до полной неузнаваемости, и никто, даже самые опытные рамоны, не знает, с чем можно столкнуться вне кластера. А есть еще и усопьи, куда даже рамоны предпочитают без особой нужды не соваться. А внутри усопьи имеется лунный карантин. Впрочем, не стану открывать вам все секреты мира кластеров. У вас есть замечательный шанс самим все узнать. Честно сказать, я и сам еще всего не знаю об этом удивительном мире кластеров. Это открытый, живой, развивающийся, а значит, постоянно меняющийся мир. Давайте изучать его вместе. Глава первая Валтер Прей прошелся вдоль загона, огороженного двумя длинными кривоватыми слегами, уложенными на невысокие столбики. Широко расставив ноги, Прей засунул руку в боковой карман потертого кожаного плаща. Другой рукой он взялся за примятую тулю широкополой шляпы Акубры и еще немного сдвинул ее на глаза. Поля шляпы были намеренно пригнуты вниз, так что со стороны видны были только скулы и широкий подбородок, заросшие темной четырехдневной щетиной. Акубра с низко опущенными полями, надвинутая по самые брови, давала Рамону замечательную возможность, разговаривая с теми, кто стоял прямо напротив него, смотреть при этом совсем в другую сторону, так что собеседник об этом даже не догадывался. Вот из сарая вышел низкорослый коренастый реднек, хозяин фермы. Дряблые щеки, обвислый живот. Но руки крепкие и привычные к каждодневной работе. Одет, как и все реднеки, серые холщовые штаны на широких лямках, темная клетчатая рубаха с закатанными рукавами, расстегнутая до пупа. Малиновая лысина, отороченная узким венчиком ржеватых волос, блестит от пота. Да и весь он выглядит потным и грязным. Воняет от него должно быть отвратно. Реднек остановился в трех шагах от Валтера и вперил в гости колючий взгляд маленьких поросячьих глазок. В дверях сарая появился парень лет двадцати, должно быть сын хозяина. В таких же серых штанах на лямках лечатые рубашки с замызганной бейсболкой на голове. На туле и бейсболке почему-то изображен бок Гермес в крылатых сандалиях с кадуцеей в вытянутой руке. Парень стоял в небрежной позе, привалившись плечом к дверному косяку. На сгибе левого локтя у него лежала двустволка-вертикалка. Краем глаза Валтер приметил еще одного реднека, прячущегося за крыльцом. Наверняка тоже с каким-нибудь допотопным ружьишком. — Ну? — тупо глядя на Прея промычал хозяин фермы. — Я? — Рамон. — представился Валтер. — Имя его реднеку знать было необязательно. — Из кластера Верда. — Я тебя не знаю. — Реднек как будто выдавливал слова из самого низа живота. — Наверное, потому что меня здесь прежде не было. — скривил губы в усмешке Валтер. — Чего тебе надо? — Глупый вопрос. — То же, что и всем. — Мясо и трава. Реднек наклонил голову к левому плечу и, скривив недовольную мину, принялся сосредоточенно скрести ногтями грязную шею. Ветер дунул от него к Валтеру, и Рамон почувствовал мерзкую вонь давно немытого тела. И все. Дерьмом скотины, как от всех прочих реднеков, с которыми доводилось иметь дело Валтеру, от него не разило. — Я тебя никогда не видел. Разочарованно, как могло показаться, прогундил Реднек. Прей недоверчиво прищурился. Хозяин и на самом деле был тупым или только притворялся. Вообще-то, реднеки имели привычку прикидываться этакими деревенскими простаками, особенно когда они встречались с чужими, незнакомыми людьми. Такая тактика давала определенные преимущества перед теми, кто имел привычку недооценивать противника. Валтер был не из таких. Хотя, с другой стороны, недоумки среди реднеков тоже встречались. Особенно среди тех, кто пришел с зараженных территорий. — Я не приезжал к тебе прежде. — Ну да, — кивнул реднек. — Точно. Иначе бы я тебя запомнил. А чего теперь-то? — У меня полбагажника пустые. Валтер кивнул на стоявший чуть стране квад-гибрид. Видно, неудачный выбрал день. У всех моих постоянных партнеров мясо почти закончилось. Хамстер посоветовал к тебе заехать. Но я и заехал. Чего машину попусту гонять-то? — Это точно! — кивнул реднек, глянув на квад. И снова принялся со стервенением скрести шею. — Уалтер приметил еще одного реднека, прячущегося за широкой поленицей, сложенной на заднем дворе. — Этот даже не высовывался, как двое других, чтобы посмотреть на Рамона или самому покрасоваться с оружием в руках. Он сидел и ждал сигнала. Прэй не знал его возраст, не знал, что за оружие он держит в руках, но про себя решил, что этот, пожалуй, самый опасный из тех, что он уже видел. Впрочем, в доме, скорее всего, находились еще люди. Женщины, это ж непременно. У реднеков, как правило, большие семьи. — Хамстер, говоришь, посоветовал. Реднек продолжал отчаянно скрести шею, как будто у него там экзема. — Ты ведь знаешь хамстера? У него ферма возле сухого ручья, он страусов разводит. Валтер задал вопрос только для того, чтобы поддержать разговор. Хамстер сказал, что базарил с рыжим реднеком месяцев пять-шесть, как поселившимся у левой морши. И даже имя его назвал — Сун-Буравчик. Дурацкое, надо сказать, имя. Какое-то уж совсем не здешнее, даже не поймешь откуда. Но Валтер с этим Суном-Буравчиком не дружбу собирался сводить. Ему нужны были мясо и трава. Ну, в самом деле, глупо было бы пригнать Кват в кластер полупустым. Не к лицу это такому опытному авторитетному Рамону, как Валтер Прейк. — Хамстера я встречал, — задумчиво протянул реднек. — А вот тебя впервые вижу. Валтеру надоел этот пустой разговор. У меня есть реалы. Он достал из внутреннего кармана плаща толстую растрепанную пачку банкнот, перетянутую желтой канцелярской резинкой. Я собираюсь потратить их на мясо и траву. Если ты не можешь продать мне ни то, ни другое, я поеду к другому орднеку. Прей вовсе не пытался водить хозяина за нос. Возле треснувшего камня стояла ферма Васи Улета. Мясом у него можно было не разжиться, зато травы у Улета всегда полно. Но только ехать до него отсюда двое суток. И то, если повезет. Нарвешься на вербов, так придется в обход гнать. Это еще одни верные сутки. А то и полтора. В общем, Валтер предпочел бы загрузить машину под завязку на ферме Буравчика, чтобы отправиться прямиком в кластер. Три дня гонки по раздолью, и он в своей квартире со всеми удобствами в привилегированном секторе М на 234 этаже башни Ворона. «Травы не держу, а мясо у меня есть», — наконец-то заговорил по делу Реднек. «Только я предпочитаю электронные деньги». Такой поворот несколько удивил Прея. Реднеки, которых он знал, как раз наоборот требовали бумажные реалы. Видимо, это было закрепившееся едва ли не на генетическом уровне недоверие к электронным деньгам, возникшее в период борьбы с пиратскими платежными терминалами. Это случилось во время пятой гильдии за 73 года до рождения Валтера Прея. Но истории о семьях Реднеков, потерявших все свои сбережения из-за того, что власти кластеров начали вести активную борьбу с нелицензированным обслуживанием мобильных платежных терминалов, можно было услышать даже сейчас. Впрочем, Прею было все равно, как платить. У него была при себе кредитная карточка, и он готов был расплатиться электронными деньгами, если только у Реднека имелся платежный терминал. «Я бы взял килограмм двести». Реднека задачно почесал подбородок и кинул вопросительный взгляд на парня с вертикалкой. Тот утвердительно наклонил голову. «По двадцать реалов за кило», — объявил хозяин фермы. «Мясо на кости? Желованная вырезка. С салом? Без сала и без шкуры. Сало я бы тоже взял килограммов тридцать-сорок. Сало только перетопленное. Нет, такое мне не нужно. Могу предложить ребрышки. По семь реалов. Сколько? Килограммов тридцать найдется. Годится. Ну что, грузим? Помочь? Сами управимся». Реднек повернулся к Прею спиной и потопал к сараю. На ходу он махнул рукой тому, кто прятался за поленицей. Это казался мужчина лет тридцати с черной бородой. И с АК-12 в руках. Прею смехнулся. Реднеки, как и все дилетанты, считают калашников самым серьезным оружием на земле. Положив автомат на плечо, бородатый тоже побежал к сараю. Валтер поставил ногу на перекладину изгороди. Загон для скота выглядел так, словно по прямому назначению, им не пользовались уже очень давно. Ни следов от копыт скотины, ни дерьма. Откуда же тогда Сун Буравчик мясо берет? Да, конечно, загоны могли располагаться по другую сторону дома. Или скотина могла находиться на выпасе. Если, конечно, у Буравчика была достаточно большая семья для того, чтобы отправить несколько хорошо вооруженных мужчин охранять стадо. Но сколько не слушался Прея, ему не удалось уловить ни единого звука, похожего на те, что обычно издает домашняя скотина. Что еще любопытно, на дворе не ковыряли в земле ни куры, ни индейки. А уж без них-то не обходится ни один фермерский двор. Так что же за скотину разводит этот Сун Буравчик? Так и не найдя ответа на свои вопросы, Валтер подошел к Ваду, открыл багажный отсек и вставил ключ в замок холодильной камеры. Минут через двадцать явились реднеки. Сам хозяин и парень, что с вертикалкой в руках охранял вход в сарай. Оба держали за ручки большое, видно тяжелый бак из нержавейки. Поставив бак на землю, Сун Буравчик вытер руки о штаны и посмотрел на Валтера. Взвешивать будем? Здесь пятьдесят семь килограмм. У меня в холодильнике стройные весы. Валтер откинул крышку холодильной камеры, с которой повалили клубы ледяного пара. Ну, взяли, скомандовал Буравчик. На пару с парнем они подхватили бак, рванули его вверх и поставили на край холодильной камеры. Секунду, остановил их Буравчик. Чего еще? Недовольно нахмурился парень. Валтер взял из бака кусок мяса килограмма на полтора, помял его в руках, понюхал. Мясо было свежее и неразмороженное. Отличное мясо, горячо заверил его Буравчик. Этой ночью скотину забили. Реднек явно сделался более разговорчивым, общительным и приветливым. Разумеется, ведь незваный гость теперь был не просто рамоном-чужаком, а покупателем. Ну, то есть, если не совсем родным, так уж точно близким человеком. По внешнему виду мясо было похоже на свинину, но запах был немного необычный. Сладковатый, как от струсятины. Брэй никогда прежде такого мяса не покупал. Что за мясо? Глянул он из-под шляпы на Реднека. Отличное мясо, горячо заверил его тот. Очень хорошее мясо. Хочешь попробовать? Жена к ужину зажарила. Валтер сделал отрицательный жест рукой. Из дверей сарая появились молодой, что сидел на крыльце, и тот, что с калашом за поленницей прятался. Эти тащили большое жестяное корыто с ручками, наполненное мясом. Ну что, загружаем? Спросил нетерпеливо хозяин фермы. Казалось, ему хотелось поскорее закидать мясо в холодильник Рамона, чтобы тот, наконец, убрался в освояси. Валтер коротко кивнул. Взяли. Хозяин с напарником опрокинули бак, и его содержимое посыпалось в холодильную камеру. Прэй взял еще один кусок мяса, оказавшийся в холодильнике на самом верху. Реднеки могли кинуть старое, залежавшееся мясо на дно бака, но и этот кусок оказался свежим. Все в порядке. Уже совсем по-приятельски подмигнул ему Буравчик. Я своих не накалываю. Я ведь не дурак, знаю, что ежели мясо понравится, так ты снова приедешь, так ведь? Прэй молча кинул кусок мяса в холодильник. А мне ведь тоже удобнее иметь дело с постоянным покупателем, закончил хозяин. Если заранее договоримся, так мы сколько надо мясо к твоему приезду заготовим.